Лариса Войнова поглядывает на часы. Она ждет особенный поезд. Первый рейс по маршруту Йошкарала-Санкт-Петербург. Он идет с остановкой в Нижнем Новгороде. Одна из первых пассажирок – лучшая подруга Ларисы. Она очень часто бывает у нас здесь, в Нижнем Новгороде, но никогда не приезжала на поезде. И сегодня как раз такая возможность по пути к своему брату в Санкт-Петербург. Она может встретить меня, я могу встретить ее. Я хочу передать ей новогодний подарок, поздравить ее с приближающимися праздниками. 14 часов 13 минут долгожданный поезд подходит к платформе московского вокзала. Встреча, ради которой раньше приходилось ехать с пересадками и покупать несколько билетов, на этот раз состоялась гораздо проще. Спасибо президенту за такой подарок новогодний. Именно на пресс-конференции президента прозвучала проблема железнодорожной доступности Мариэл. Анастасия Петрова, журналистка издания «Марийская правда», рассказала, что долгое время из Йошкаралы без пересадок можно было добраться только до Москвы. Девушка попросила создать прямое сообщение с Нижним Новгородом и другими городами. И спустя всего неделю появился новый маршрут. Мне будет очень приятно, если данный маршрут будет пользоваться спросом. И самое главное, это, конечно же, когда жители республики проголосуют рублем за то, чтобы этот рейс существовал. Итак, поезд номер 638 Г следует через день. Из Йошкаралы отправляется в 23.50. Помимо прочих населенных пунктов, следует с остановками в Нижнем Новгороде, Иваново и Ярославле, останавливается в Тверской и Новгородской областях и прибывает в Санкт-Петербург через сутки в 12 часов 12 минут. Время в пути до Нижнего Новгорода – 14 часов 23 минуты, до Северной столицы – один день 12 часов 22 минуты. Стоимость билета в категории плацкарт до Нижнего Новгорода – от 1625 рублей, до Санкт-Петербурга – от 3486. Мы надеемся, что маршрут будет востребован, что он полюбится и жителям, и гостям, и тем, кто едет в республику. На первый рейс уже реализовано более 80% билетов. В общем, теперь есть еще один повод провести новогодние праздники в путешествии, ну а позже отправиться в гости в другие города нашей страны. Служба информации Елизавета Виноградова, Алексей Заволов.